Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом, как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Сегодня я хочу поговорить с вами об одной птице из Библии. Я расскажу вам историю этой птицы. Послушайте внимательно, поведаю вам весьма интересную информацию. А я говорю о воронах. Ученые считают, что вороны — это, возможно, самые умные животные на планете. Даже умнее дельфинов и обезьян. Причина этого в том, что они используют логику и придумывают себе инструменты. Если вороны ищут пищу, и рядом находятся другие вороны, то вороны притворяются мертвыми рядом с пищей, чтобы те вороны подумали, что поблизости страшный хищник, и убрались оттуда, где есть источник пищи, увидев там несколько мертвых ворон. Потом увидев, что те улетеры, они встают и съедают пищу сами. Умная птица, правда? Если бы я притворился мертвым дома за обеденным столом, я уверен, что мои братья и сестры съели бы мою порцию. У вас тоже такая семейка? Помимо этого, вороны считаются скалолазами. Мне любопытно, сколько здесь скалолазов? На первом служении только один человек поднял руку. Сколько у нас сейчас? И так очевидно, что вы более активны в этом, чем первое служение. Да? Что ж, посмотрим, давайте. Поднимайте руки. Один, два, так, три, вижу. Даже пять, ого. Они думают, что люди, ползущие по скале, доберутся до и гнезда. И они скидывают на скалолазов камни, вот так-то. Это опасно, как вы понимаете, но они таким образом защищают свои гнезда. И так же, хотите верьте, хотите нет, но видя, как рыбак прорезает лунку в проруби, чтобы ловить рыбу, вороны поджидают лучшего времени, чтобы ухватиться за резку и съесть либо только приманку, либо приманку с пойманной рыбой. Вот такие они шустые. Умная пицца, не так ли? И последний факт о воронах, прежде чем мы перейдем к Писанию, согласно греческой мифологии, ворон был домашним питомцем Аполлона. В те времена вороны считались белыми птицами. У Аполлона его ворон был белым. Аполлон подозревал, что его жена или его девушка была ему неверна, и он решил послать своего белого ворона проследить за его женой или девушкой, чтобы убедиться, действительно ли она ему изменяет. Ворон полетел за ней и принес своему хозяину в качестве подтверждения какой-то предмет из дома, в который она вошла. Это был дом другого мужчины. Ворон принес Аполлону доказательства. В результате Аполлон настолько разозлился, согласно греческой мифологии, что схватил белого ворона и сжег его. И с тех пор якобы все вороны черные. Отсюда в греческой мифологии появилась идея о том, что ворон — это символ темного оракула. Может, кто-то из вас слышал такое выражение? «Темные крылья — плохие новости». Для них прилет ворона считался пророческим вестником чего-то плохого, что должно произойти. В результате образ черного ворона вызывал страх и ужас. И даже в еврейской Библии в книге Левит сказано, «Ворон будет мерзостью для тебя». Это не означает, что мы должны ненавидеть воронов, просто их нельзя есть, они нечистые. Также не съедайте меня, я вам гарантирую, я невкусный. Кто-то сказал на это аминь. Также сам Иисус употребил воронов в качестве иллюстрации. В этой главе перечисляется несколько классов птиц. Посмотрите, что сказано в Евангелии от Луки, 12 главе, 22 стихе. «И сказал ученикам своим, посему, говорю вам, не забудьте для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело – брендовая одежда». Это перевод Стива Келли. Посмотрите на… Это ваш момент. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. Бог питает их. «Сколько живы лучше птиц?» Обратите внимание, что Иисус здесь не занижает значимость воронов. Он, наоборот, ценит этих птиц. Он говорит, посмотрите на воронов. Они не имеют хранилищ и житниц, но все же я их питаю. И он говорит, насколько живы более ценно, чем птицам. О, как же мне это нравится. И он говорит, да кто из вас, заботясь, сможет прибавить себе росток хотя бы на один локоть? Итак, если малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если лежит траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько больше... Вы понимаете, друзья? Насколько же больше Он позаботится о вас. Маловеры. Я смотрел это место в разных переводах. Нам кажется, что здесь Иисус снисходит до них и говорит, «О, маловеры, вы мои». Но на самом деле Он здесь как бы дает им прозвище, как кротышка, меткий глаз, маловер, к примеру. Он просто здесь дает им прозвище. И мне нравится, что дальше Он говорит. «Итак, не ищите». Что вам, есть? Или что пить? И не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. «Вожатец знает, что вы имеете нужду в том». И сейчас будет самый важный стих, на который мало кто обращает внимание. Его крайне редко цитируют. Но это важное место. Послушайте то, что я вам сейчас скажу. Последняя строка. Это как раз ключ. Иисус здесь не желает призывать нас быть более расслабленными и петь известную песенку «Don't worry, be happy». Он не просто хочет накачать нас всех позитивным мышлением. Послушайте, Он говорит здесь важную вещь. Отец знает, в чем вы нуждаетесь. Он не просто очередной мотивационный спикер. Он говорит, но прежде всего, ищите Царство Божьего, и все остальное приложится. Вы должны, во-первых, искать Бога, искать Царство Божьего. Иисус говорит, «Подумайте о воронах». Ключ в том, что очень легко совершить ошибку и сделать себя центром своей жизни. Не так ли? Если ты завернут в самого себя, то ты слишком маленькая посылка. Если тебя беспокоят какие-то детали, это признак того, что твой мир сужается. Запишите себе эту мысль. Реально важно это помнить. Итак, Иисус здесь говорит, «Посмотрите на воронов». Для иудеев вороны были птицами, о которых не раз говорилось в Ветхом Завете. Иудеи старались выучить наизусть первые пять книг Библии. И в пяти книжи Моисея вороны всегда упоминались в контексте обеспечения, в контексте еды. Он говорит, «Посмотрите на воронов». Лично я считаю, что одним из самых выдающихся ветхозаветных пророков был Илья. Библия говорит о воронах в жизни Ильи. Илья был очень рьяным пророком. Когда я был моложе, хотя я еще молод, мне раньше так нравилось проповедовать об Илье, об этом удивительном муже Божьем. Он был таким ревностным пророком. Он пророчествовал суд на царя Ахава и на его жену Иезавель, которая привела в Израиль разных идолов, жертвоприношения людей и все то, что отдаляло народ израильский от их Господа Бога. Он пророчествовал против Ахава. Так вот, когда я был молодым, я очень любил проповедовать об этом человеке, об Илье. Хотя, как я уже сказал, я все еще молод по сей день. Это был ваш шанс сказать «Аминь». Это был ваш шанс сказать «Проповедуй нам, пастор». Это был ваш шанс сказать «Ты прекрасно выглядишь для 56 лет, и при этом у тебя шесть внуков?» Ты от силы выглядишь на 42 года. Слава Господу! Итак, Илья говорил Ахаву. «И не будет дождя, пока я не скажу, чтобы пошел дождь. Отсутствие дождя плохо для всех, включая Илью. Дождение было три с половиной года. Это значит, что была засуха, голод, людям не хватало воды. Это означает, что урожай был скудным, и людям было нечего есть. В общем, без дождя была куча проблем. Одному моему другу принадлежит крупный участок Сафари в Южной Африке. И он сказал мне, «Стив, молись о дожде, мои животные умирают». Это было недавно. Я даже сам видел, как животные падают замертво от жажды. Мой друг был не в состоянии поставлять животным воду, поэтому я сам видел последствия засухи. Я пообещал ему, что буду молиться, чтобы пошел дождь. Недавно он прислал мне видео. Он сказал, «Стив, у нас наконец-то дожди!» Такая радость. Он прислал видео о том, как преобразилась сухая, потрескавшаяся земля. Через три недели ее было просто не узнать. Земля была покрыта густой травой. Трава выросла очень высокой. Поэтому я знаю, что значит «нет дождя». И в Третьей книге Царств в 17 главе Господь говорит Илье, «Пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». Иисус сказал, «Посмотрите на воронов». И здесь Бог повелел воронам кормить Илью. Вороны настолько умны, что прилетали в хранилище царя Ахава. А ведь царь не был глуп и понимал, что в земле голод. Ему нужно было самому прокормиться и еще накормить тех, кто при его дворе. Им всем не хватало воды. Но Библия говорит, что Бог велел воронам кормить Илью. А это буквально означает, что вороны должны были проникнуть в царские хранилища и взять оттуда пищу и постепенно таскать оттуда лакомство для Ильи. На первом служении я сказал, что вороны таскали оттуда мясо и сыр, а потом понял, Илья ведь был еврей, евреи не смешивают мясо и сыр. Но вы понимаете о чем я, да? Мне почему-то показалось, что шутка смешная, но никто из них так и не засмеялся. Ну да ладно, подумал я. Не удалась шутка, так не удалось. Итак, в это время Илья питался прекрасными яствами. И вообще-то, казалось, это должно было быть крайне тяжелое время для Ильи. Ни воды, ни зерна, ни урожая. А в это время он питался лучше, чем когда-либо. Посмотрите на воронов. Бог позаботится о вас, если только вы поставите царство Божие на первое место. Он ел царскую еду. А представьте удивление придворных царя. Они не могут поймать воронов. Они знают, насколько это смышленые птицы. Они бы рады поймать их в силки. Но суть здесь в том, что в период недостатка Бог позаботится о тебе, поэтому не нужно беспокоиться. Помните, насколько вы ценнее птиц. Но прежде всего ищите царство Божьего. Поэтому, когда Иисус напомнил им о воронах, они сразу же вспомнили воронов, которые заботились об Илье. Это то, что Иисус говорил им тогда, и для нас это звучит не менее актуально. Аминь, друзья. Вы со мной? Потому что, даже если в твоей жизни засуха, не нужно сдаваться. Вы знаете, что у Бога есть своеобразное чувство юмора. Аминь? Он обеспечивает нас, даже когда мы проходим тяжелые времена. Но услышьте меня. Если вы проходите большую трудность, сконцентрируйтесь на нем, поставьте его на первое место. И второе место из Библии, где упомянуты вороны, и оно сразу же приходит мне на ум, это место, где Иисус сказал им, чтобы они посмотрели на воронов. Иисус намеренно вызывал в них нужные ассоциации. Он хотел показать им, что им не стоит беспокоиться, не стоит жить в тревоге. Он призывает их прежде всего в жизни искать Царство Божьего. Поставьте Бога во главе угла в своей жизни. Это не означает, что мы не должны правильно и мудро управлять своими финансами, планировать свой бюджет. Но мы не должны всегда думать лишь о своих нуждах. Бог знает, в чем мы нуждаемся. Бог должен быть на первом месте. Воздайте славу Богу, друзья. Это время прославить Господа. Мы рассматриваем учения Иисуса. И второе место про воронов, я считаю, что этот отрывок уже посложнее, и к тому же он вызывает у нас всех тревожные эмоции. Это книга Иова. В ней мы тоже встречаем воронов. Я читал так много толкований о том, на самом ли деле книга Иова описывает реальную историю, историю, которая на самом деле имела место быть. Поймите меня правильно, я не ставлю под вопрос канон Библии. Книга Иова является частью канонической Библии по праву. Но есть те, кто считают, что история Иова это скорее притча, такая же притча, как, к примеру, притча о блудном сыне, которую рассказывал Иисус. Это притча о нереальной истории. Я лично не знаю, во что верить. У меня есть определенные вопросы по книге Иова. Я не все могу в ней понять. При этом я много читал толкований на эту книгу, но вот что я знаю. В книге Иова Бог и Сатана беседуют друг с другом. Сатана утверждает, что Иов праведный, добрый человек, с чем вполне согласен Бог, но Сатана говорит, что на это есть одна явная причина. В его жизни никогда не случалось ничего плохого, и он не прошел ни одной трудности. Но Бог возражает. Нет, как раз наоборот, поскольку он праведен и добр, с ним не приключается зла. Сатана предлагает испытать Иова, чтобы они могли убедиться, кто прав. И здесь я начинаю сомневаться, что это реальная история, потому что Бог позволил Сатане это сделать. Но только не убивай Иова, сказал он. И дальше вы знаете, что же произошло. Иов потерял все. Иов потерял своих детей. Ни один родитель не должен хоронить своего ребенка. Это дети должны хоронить своих родителей. Иов переживает скорбь, боль и душевную рану от потери детей. Он теряет не только детей, но и все свои стада, хранилища и все свои ресурсы. Его трудности были не только внешними. Сатана также поразил его плоть. Он сделал его больным, покрыл его тело ранами, он весь гнил, и от него исходило страшное зловоние. Наконец к нему обращается жена с такими словами, проклини Бога и умри. Я не раз вам говорил, только представьте, что у вас такая жена. К тому же у Иова были друзья, которые указывали ему на то, что это он во всем виноват, что это суды Божьи в его жизни. Я хочу спросить вас, прежде чем мы пойдем дальше, у вас тоже бывали такие мысли? Бог, я люблю тебя, я служу тебе, почему же это все происходит со мною? И вот жена Иова говорит ему, проклини Бога и умри, но Бог, я ведь служил тебе. Он спорит со своими друзьями, и в их разговоре снова и снова всплывает вопрос, ну почему все это происходит? Снова и снова три его друга пытаются искусно привести ему богословские доводы того, что, как они считают, послужило причиной всех этих несчастья с Иовом. И читая эту книгу, я увидел, что в ней намеренно не дан конкретный ответ на этот вопрос. Возможно, нам не стоит задавать Богу такие вопросы, хотя мы все их задаем. В книге Иова Бог обращается к самому Иову изоблата. Он не дает Иову ответ на вопрос, почему это происходит. Речь Бога посвящена тому, кто есть Бог, и описание его величия, его могущественной силы. Он сведущий и вездесущий, он суверенен, и он спрашивает Иова, где ты был, когда я творил мир? Где ты был, когда я ставил границы моря, устанавливая им берега и не позволяя им разливаться дальше? Где ты был, когда я создавал всю Вселенную? Где ты был в это время Иов? При этом Бог не отвечает на вопрос, почему? Бог лишь говорил о своем могуществе и о том, что его цель, будьте сейчас очень внимательны, его цель, направить всю Вселенную во благо, направить ее в то, что превышает понимание самого Иова, на что человек говорит, вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я хочу уверить вас, что когда Иисус сказал им, посмотрите на ворон, даже дети вспомнили историю с воронами, кормившими Илью во время засухи, во время когда не было дождя. Иисус желает сказать всем нам, что Бог позаботится о нас. Он знает наши нужды. Аминь. Ну, а теперь давайте посмотрим 38 главу книги Иова. Это уже почти конец книги. А вот что Бог говорит Иову. Ты лиловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Бог спрашивает Иова так. Ты ли ловишь добычу? Это ты питаешь львов? А воронов? Кто приготовляет а ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Могу я задать вам вопрос? Кто питает воронов? Даже воронов? Пиц, которые исторически символизируют для людей нечто темное, предвещая плохие новости? И вот Иов отвечает на вопрос. А вот он убивает меня, но я буду надеяться. Это урок для нас. Когда мы проходим трудные времена, не стоит задавать вопросы почему, но спросите Бога, что ты желаешь, чтобы я сделал? И здесь перед нами стоит выбор. Вы можете либо проклясть Бога и умереть, спрашивая Бога, почему все это со мной происходит? Либо вы можете быть как Иов и учиться доверять Богу в любой ситуации. Поэтому ищите прежде всего Царство Божьего и правда Его. И тогда вы увидите руку Божию в каждый день о засухе. Как я уже говорил, мой друг присылал мне видео. Я видел, как эта земля расцветала, она плодоносила и была прекрасна, когда была наполнена водой. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас, но теперь вы понимаете, что жизнь это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок». Дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас благословений вам. Бог благословений